Всем-всем привет! Привет, наши подписчики, наши друзья! Привет! Большой привет! Продолжаем отдыхать в Крыму, в санаторий Форос. Так, что у нас там впереди? Впереди у нас рыбаки. Так, жалко, что сейчас погода такая стоит, не летняя. Так бы можно было еще на балконе одному человеку спать. Я бы вообще на балконе спала бы, мне было бы очень комфортно. Давайте посмотрим, что вокруг. У нас почему-то сегодня небо затянуто. Ну, впереди у нас бескрайне синее море. Мне нравится за рыбаками наблюдать. Здесь немножко далековато мы живем. А так вот, когда жили в Эллинге, прямо рыбаки плывут, и за ними чайки-чайки. Целая стая летит, пытается отобрать рыбу. Так, что у нас справа? Справа у нас тоже отличный такой вид, шикарнейший. Сейчас мы с вами пойдем на завтрак, и я покажу, какой будет шведский стол. На завтрак в санаторий Форос. А потом мы с вами поедем в поселок, возьмем экскурсии и куда-нибудь двинем. Такие планы. Ресторан на завтрак. Завтрак у нас с 8 утра. Ваня, до 11, да, завтрак? Пусть слышит? До 11. Ну, для тех, кто любит поспать. Поэтому здесь, конечно, здорово. С 8 до 10. Вань, точно? Или с 8 до 10, Вань? Ты не смотрел? С 8 до 11. До 11. Такая атмосфера спокойная, да? Звучит где-то отдаленно. Такая легкая музыка. И на улице, ну, как пасмурно сегодня. Да сегодня вообще-то дождь. Ну, да, наверное. Давайте. Завтрак вообще практически. Никого нет, людей. Температуру меряют сегодня. Вдруг только приболел за вчерашний день. Так, сладко. Вот, все, я смотрю, что есть. Консервированные персики, ананасы. Так. Это у входа, поэтому сразу у входа снимаю. Грейфрукты, бананы с шоколадом. Палиты. Всякие вкусняшки. Чай, кофе. Несу. Кефир, йогурт, холодное молоко, горячее молоко. Сметана. Сливочный сыр. Сметанка подзакончилась. Сейчас принесу. Сгущённое молоко. Творог. Здесь тоже, как всегда, торога, чернослив, изюм, финики, мёд и джем. Очень классно, что с утра есть кефир, йогурт. Это вообще супер. Так, детский стол посмотрим. Овсяная каша на воде для деток. Добавочки различные. Тевтельки из говядины. Курица отварная. Как всегда, тевтельки. Наггетсы на завтрак не дают. Макарошки, пирожные. Вот такие штучки Ваня любит. Так, обстановка такая хорошая. Здесь можно сделать... А, здесь разогреть тосты. Можно сделать и разогреть печень. Завтрак у нас есть помидоры с яйцом, зелёный салат с курицей, морковь с миндалём. И различные, как всегда, всё то же самое повторяется. Салатики, зелени много, смотрите, как колбаска, хлебушек. Вот такие булочки, смотрите. Фета, брынза, российский сыр. Огурчики, помидорчики и перец. Мама, какая каша есть? Яичневая кашка и овсяная. Омлет, пожалуйста. Омлет. Кварожная запеканка. Всё, как я люблю, по-санаторски. Ну, мне нравится такое питание. Глазунья. Сосиски, такие толстые. И вот здесь, смотрите, у нас что сегодня. Сырный кетчуп, медово-горчичный соус. Солусы, соусы, медово-горчичные. Здесь можно яйца взять варёные. Мини-сарбелечки. Оладья. И куриные купаты. В общем, всё очень достойно. Смотрите, капучино, латте, экспрессо, горячий шоколад, крем, лакачино и чаи. Вода горячая. Чай с лимоном, пожалуйста, с добавками, пока готовится. Лимончик, пожалуйста. У меня на завтрак взяла попробовать сардельки, омлет, каша. Здесь взяла кусочек, одну чайную ложечку творога попробовать. Запеканка, кофе. И вот такая вот у меня тарелочка. Сыр, салатик, оливки. Ну, это кажется, что так много. На самом деле всего по чуть-чуть. И сейчас всё попробую. И скажу вам потом свои ощущения. Всё. Позавтракали. Завтрак вам показала. Сейчас мы уже... У мамы начинаются в 10 часов процедуры. И мы сейчас зайдём узнать, сколько стоит там некоторая процедура у косметолога. Пойдём. Будем мерить? Давай, померяем. Какие тебе понравились? Мы к вам опять пришли, к очкам. Вот эти первые. Это которые 21 тысяча, что ли? А почему ты хочешь чёрные? А какие же? Чёрные хочешь. А в районе 10 тысяч никаких нет? 15? Девушки. Только вот так... Ну, дайте нам вот эти чёрные померить. Сейчас я померю вот эти вот. Вот эти и вот эти. Нет, вот эти внизу мне не нравятся. Низу не нравится. Какие ты хочешь померить? А почему? И вот тут красивые. А, серебряная штучка. Серебряная. За 33? Да, 33. Мне кажется, даже в аэропорту дешевле было. Ну, может, мне так кажется, конечно. Какие вам понравились? 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 Вот эти вот. Вот эти, да? А скидка какая будет или нет? Я спрашиваю. Если вам какое-нибудь понравится очки, я спрашиваю. Я же себе. Да? Я ещё не вижу, ты ко мне. Повернись. Подожди. Сначала я. Сначала, говорит, я. Да, вот удобно. Ну, мама, мне кажется, это не твоя модель. А тебе нравится? Мне нравится, но, да, немножко не мое. Так, вот эти вот вот сальвы. Ну, такие вот. Тигровые. Лежат. Тигровые. Лежат. Угу. Вот эти? Да. А это какая марка? Я такой даже не знаю. Это коричневый. Вот коричневый уже лучше. Уже лучше. Тебе не надо... И форма, потому что чёрные всё-таки тебе надо посветлее очки. Ну, тоже не на пять. И в Сэйфлэйран девушка сказала, фирма. Она сама даже не смогла прочитать. Очками торгует. Так, ладно. Мы сейчас пойдём на ресепшн. У нас там... Ну, понятно. Есть некоторые вопросы у нас. Да, но если у нас как таких дорогих, как говорится... Работает, должна быть профессионал. Да. Пойдём узнаем про душевую кабину. Сработала заявочку. У неё душевая кабина немножечко барахлит. Ну, прямо вежливо всё так, да. Извините, пожалуйста, что вчера не пришли. Да. Может, не отметили. Ну, так, конечно, персонал вежливый. Я ничего не могу сказать. Так, что, на балконе посидим или сразу уже в номер пойдёшь? Я буду готовиться к процедуре. Хорошо. А там уже придёт же... Мастер. Пошла на четвёртый этаж. Посмотрите, что здесь интересного. Мама пошла готовиться к процедуре, а я спускаюсь вниз. вниз. Так, а что у нас здесь? Столы бильярдные накрыты. Тоже выход на балкон. Смотрите, какие места для отдыха. Вот здесь вот зелёная стена и маленький оазис. Так, проход закрыт. Значит, здесь я не выйду. Здесь... Так, кинозал. Афиша с 10 июня по 16. Так, сеансы для гостей в санаторий 250. 250. Литературный вечер. Вход свободный. Так. Ну, это библиотека такая, знаете, кто отдыхающий всегда оставляет книги, мама всегда оставляет книги. В Турции тоже такие стеллажи в больших отелях всегда присутствуют. Так, а я иду дальше. На четвёртый этаж. Врач-косметолог 500 рублей. Ну, какие-нибудь процедуры, омоложение там или что ещё? Чтоб красавицы выйти. Ты видела, какой дождь? Я видела. Никуда не выйдешь. Никуда не выйдешь. Угу. Ну, ещё хочу сказать, вот чистка, увлажнение, омоложение лица, шеи в 70 минут. Это больше часа, 6500. Просто смотри, увлажнение, омоложение 5350 минут. А, вот удаление по пилам. 2000 стоит, то, что мама хочет. 2000 стоит, да. Вот это хорошо. Вещь здесь есть. Ну, такие штучки. Делись на первый этаж, соляная комната, криотерапия, спа-центр, водолечебница, глязовечебница, фитобар. Так, мы пойдёмте с вами посмотрим, что там в фитобаре. Не, когда на улице дождь, это, конечно, неинтересно. Поливает. А так, зелень, конечно, вот как хорошо. Лечебный ванна, фитобар. Время пить чай. Широкий ассортимент полезных напитков на любой вкус. Изучаем. Лена Цена озвучила на массаж. Я хочу сказать, парение с вениками. 15 минут, 1800. Вот это мне больше понравилось. Обливание травяным настоем. 5 минут, 500 рублей. Травяной настоем. Травяной настоем крымских трав. А, ещё какое-то вот это медовое глазирование. 30 минут, 1700. 5 тысяч там, аренда от одного человека. Пенный массаж 20 минут, 1700. Очищение тела рукавичкой кисе. 20 минут. 2600. Пилинг 20 минут. 2600. Классно. Футмассаж. Традиционный тайский футуход. 30 минут стоит 2200. Ну, короче, час 60 минут 3500. И традиционный тайский массаж 60 минут час 6500. 6500. Ну, короче, я считаю, что это очень высокие цены. Это бар. Смотрите, какая здесь уютная атмосфера. Столики такие на двоих с пациентом. Нет, здесь, конечно, все очень цивильно, очень красиво. ну, ну, и что, сколько чайки стоит? Ну, посмотрю, 175 рублей. Приятный сон, это мамин вечерин. У нас для сна? Да. Ну, всякий здоровый дух надо нам. Ванна молодости нам надо, Лена. А, это сбор для ванны. Целебра. Гармония. Замашка. Это то, что предлагается, да, то, чтобы наливать? Вот, маме надо сердечно сюда позвать. Владыки сделают что-то красное, да, сердечное. Нам можно один свежесть в стаканчике, один релакс в стаканчике? А свежесть это кто будет пить? Свежесть ты будешь пить? Еще что-то не будет ванны, а релакс нет. У нас все, я не буду пока. Я попозже, потому что я не могу, я только вышла из ресторана, поэтому я не могу даже выпить 5 грамм, потому что так вкусно позавтракали, что еще даже не ходили, хотели пойти в поселок, но идет дождь, поэтому подождем немножечко. Лена с вами попьют оздоровительный чай. Хорошо, что я не заказала этот чай в пакетик. Я узнаю, сколько внизу пачка чая едет. Все из-за в пакетиках. Все в пакетиках. Лена по костюмам раньше было. В пакетиках. В завариванных. Да. Так, все, слава богу, закончился дождик и мы вышли на улицу. На улице такая свежесть, температура воздуха наверное градусов 20-21. Уважаемые гости парка проход под соснами запрещен в связи с аварийным состоянием деревьев, угрозе жизни, здоровья. Смотрите, какое состояние деревьев. Вот они уже наклонились. Ну, они создают здесь особую уютную атмосферу. Ну, действительно, они очень старые, поэтому, видите, лучше по деревьям не ходить. Ну, а мы с вами сейчас будем двигаться в санаторий, ой, не в санаторий, в поселок Форос и посмотрим, ну, не посмотрим, а уже купим экскурсии на завтра, потому что мы хотим уже двигаться дальше. Единственное, что ты же не можешь здесь купаться в море, но зато мы с удовольствием купаемся в бассейне, записались сегодня на... Ну, тут по записи попридывали... Что, зайчику? Что, моя красавица? Что такое? Ну, ты разговариваешь, или ты голодная? Говоришь? Ой, ты красотка, ты красотка, ты просто разговорчивая такая, да? Тебе разговорчивая кисочка. Идем. Ой, все, смотрите, свежие, цветочки все политы. Только что разговаривала с домашними у нас прямо в Зеленограде пекло, где-то 25-27, жара стоит невыносимая, погода классная. Юра тоже говорит, давай, говорит, 3-4 дня, говорит, уже возвращайся, говорит, что ты там? Надолго так. Я говорю, ну, Юрочка, сейчас здесь подлечимся. Не знаю, вот все, я в сомнениях по поводу грязевые ванны, полезные, не полезные. В общем, я записалась на четверг к, как называется, уже забыла, мануальный терапевт, и хочу показать ему свою спину, пусть посмотрит, и, может быть, он мне подскажет по поводу, по поводу каких-либо процедур. Так, где наши? Так, и смотрите, впереди горы, вчера я вам показывала, был туман, сегодня тумана нет, птицы там вдалеке. Ой, ребята, вообще санаторий мне очень нравится, территория великолепная, сегодня так хорошо спалось, мама говорит, ну, мы хотели маме предложить, вернее, не хотели, а предложили пойти с доплатой, там, поменять на семейный номер, там, или еще что-то, мама сказала, девочки, успокойтесь, я спала отлично, мне все устраивает, зарядку мы делали в нашем, ну, ключ у нее есть от нашего номера, так что днем мы, естественно, будем путешествовать, вот на два дня поедем, у нас две экскурсии по два дня, ну, поэтому как-то выйдем из положения, поэтому все у нас будет хорошо, не переживайте, мы довольны, счастливы, и, конечно, нам очень здесь нравится. Как вам пение птиц? Шикарно. Не, вообще, знаешь, как он, обмягивает, уединение такое, такие собачки, чьи-то, просто, ну, природа такая, это не поддается уму разуму, она не поддается описанию, да, вот, слово, описанию, прям, ты находишься, и, вот, сказочный лес такой, вот, сказочный лес есть, показывает, вот, аналогично, ты видишь, у нас охранники, хорошие, если мы двинемся с места, они за нами, пойдем за нами, а где вы их нашли? нигде они нас нашли, мы их вообще не будем, пойдемте дальше, пойдемте, согласитесь, необыкновенное место, просто, форосский парк, птицы поют, розы, смотрите, какой перед нами пейзаж, попозже возьмем бегу прогулку, 60 минут, 300 рублей, покатаемся, мы с вами выдвигаемся к поселочку, девушка сказала сейчас, к основному входу, и тропиночка будет, и довольно-таки близко, вот, наше основное здание, санаторий форос, ух, Лена, да, царство роз, я вообще не перестаю ими любоваться, смотри, какая, да, и на, Лена, и по тропиночке там близко, так, поднимаемся по ступенькам, и рукой подать нам тут форос, изучай, где сосна, а это ее только посадили, маленькая сосна крымская, и вот сосна, тут написано, усна крымская, ну, стерлись буквы, так, и вот, выход в город, указатель, ух ты, как приятно здесь идти, да, подстрижено, аккуратненько все, все здорово, хорошо, что нет солнца палящего, и так еле иду после, иду еле-еле после шведского стола, а тут еще палящее солнце было бы, можно было расставить, да, Иван, фух, Южная ривьера, парковый комплекс, хочу посмотреть, интересно, сколько здесь квартиры стоят, инвестиции, строительство, рассрочка, так, надо будет позвонить, уточнить, визитку сняла, смотрите, какие балконы шикарные, вид на море, парк рядом чудесный, ой, однокомнатная, 3 миллиона, 4, какие тут цены, порядок цен, вот, смотрите, вышли, рукой подать, и уже все, поселочек, очень близко, вот, сказали, эти прямо по дороге, не сворачивай, и будет центр, кончился дождь, называется, все, опять все, зарядил, так, давайте хоть здесь, немножко постоим, расписание сегодня, до экскурсии, палаточка стоит, а львы не спят, мы приедем, говорят, могут спать львы, поэтому приезжаем, в 7 утра, чтобы успеть к кормлению, к кормлению они просыпаются, да, так, ну там безопасно, вот как-то, вот с ними, вы туда не заходите, вы ходите по дорожкам сверху, по мостику, там задрызли, если вы захотите, за отдельную плату, это нужно поговорить, все, про зубков покатал, там, там, мне кажется, за отдельную плату покататься, а за отдельную плату, можно, знаете, там, маленькие, ребятки, чуть постарше, и вы с ними можете, какое-то время пообщаться, они в отдельных загонщиках, с вами заходит человек, вот там, берем, берем, два местечка, да, да, два местечка, а можно у вас, вот такую штучку взять, да, чтобы мы сейчас думали, потом, что она последняя, давайте я их сфотографирую, Тайган, завтра едем в Тайган, вот, сафари парк Тайган, 1500, сейчас мы платим девушке на месте, и 1000 будет входной билет в парк, завтра, с 7 до 18, а места в автобусе распределяют, ура, посадите нас в самом начале, купили дождевики по 170 рублей, дождь идет такой, ну, не так, чтобы лень, но мокнуть не хочется, а сейчас дождевик, это самая популярная, самая популярная одежда сейчас, все, взяли мы билеты на экскурсию в Тайган, завтра поедем, так что завтрашнее видео, я думаю, будет интересно, как там льбы поживают, посмотрим, ну и вообще, 3 часа ехать на автобусе, в общем, все будем показывать, скидки не сделали пока, мы еще возьмем у вас и Бахчисарай, и в Новый Свет поедем, нет, мы скидки не делаем, так что такие дела, полторы тысячи стоит, Тайган плюс тысяча, входной билет там в парк, потом будем выезжать, на подарок возьму, здесь 4 пачки чая, чай горного Крыма, а сколько грамм, 108, масса нет, а 180 грамм, так, 4 пачки, по 45 грамм там, ладно, друзья, вот так вот мы с вами, прогулялись по дождю, купили первую экскурсию, место встречи у нас будет, вот впереди, где розовый дом, на сегодня первую часть видео свою заканчиваю, для того, чтобы вас не утомлять, следующая часть будет, это уже наш обед, спросим, как мама сходила, давай в гастроном зайдем, поделиться ощущениями, как сходила на первые процедуры, как сходила на первые процедуры, здесь рыночек есть, рыночек, персик инжирский, 250, 250, клубника, 280, черешня, 250, 350, самая крупная, погуляли под дождем, помогли немножко, купили дождевики, дождь закончился, так оно всегда бывает, но завтра, видите, завтра у нас впереди с вами Тайган, Львята, будет, думаю, классно, ну и сегодня еще вечером, конечно, будет наше видео, как мы отдыхаем в санатории, а то у нас сейчас все дни пролетят, мы вам и санаторий-то не покажем, как следует, ничего, ничего, все покажем, все, пока, мои дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok